Мы сегодня послушаем апдейт о состоянии того, что есть в Украине, от наших друзей, партнеров, с которыми мы очень долго работаем. Причем очень интересно, потому что Миша Камчатный, он из Харька, а Стас, он из Одессы, он живет в Киеве. Поэтому, собственно, они представят нам свое видение того, тех процессов, которые происходят в нашей любимой, замечательной южной соседке. Пожалуйста. Я начну, я немного перепформулировал ту тему, которую предложил Ярославу. Украина в новом плену как популянский элит и некритическое восприятие Советов Западных Советников обрекает Украину на отставок, бенефицировать вызов экономической политики в 14-18-е годы. А, ну, вверх, вниз, вниз. Стас, а можешь на одну сторону перейти? Да. О, прекрасно. Итак, это классическая схема, которую изучают политологи, народ, привратники, политики и правительство. Народ имеет определенные ожидания, которые привратники канализируют в виде политических проектов, законопроектов, реформ, которые и правительство эти вещи реализовывает, и как бы вход совмещается с выходом, и народ получает результат того, что делает правительство, и снова-таки предъявляет определенные ожидания по поводу политиков. Все это как бы демократическим способом замыкается. Вот на примере Нидерландов, которые нам рассказывали, есть популисты в привратниках, но потому что у народа есть какие-то популистические ожидания, есть там либералы, консерваторы, но оно как-то вертится, живет. Это как бы идеалистическая схема. И переходя в Украине, реформа в Украине ожидания. После революции досконцев, в которую украинцы внесли огромный вклад, более сотни погибших, небесная сотня, мы все ожидали, что так вот она идеалистически будет формироваться, работать. У народа будут ожидания качественной жизни, улучшения качественной жизни людей, свобода обогащения, свобода развиваться, равные правила игры, неотвратимость наказания. Такие требования народ предъявляют привратникам, политикам, и политики оказывают политическое давление и в рамках политической конкуренции на правительство, и они реализовывают либеральные реформы и устанавливают rule of law. Это модель ожиданий, которые мы имели по поводу реформы. И как это на самом деле все работает в Украине? Реальность. Мы имеем точно такой же народ. Народ имеет вход в виде политико-оригархического класса, такой закрытый политико-оригархический класс. У народа вход — это иждивенческие настроения, увеличение социалки, популизм, больше ренты, на которые хотят сесть, а также групповые интересы, защита их личных интересов, которые народ предъявляет к политикам и к власти. И этот политико-оригархический класс закрытый, он в Украине конкурентный, но закрытый. То есть есть разные политические партии, но они так или иначе в рамках одного такого консенсуса политико-оригархического предъявляют правительству. Ну и конечно же они лоббируют свои интересы, лоббизм, и они также, поскольку они в конкурентной борьбе, они имеют социалистические и интервенционистские требования к правительству, чтобы иметь возможность дальше как бы воспроизвести себя. Соответственно правительство реализовывает выход в виде таких популизма на ответ на иждивенчество. Но как я в последующих слайдах это докажу, что именно политико-оригархический класс и правительство сформулировали иждивенческие настроения, а не наоборот. То есть в начале независимости Украины капиталистическая ментальность, она была намного более утвержденная, чем это есть сейчас. Сейчас это намного более социализированное социалистическое общество. Ну как бы это функционировало бы системой, если бы не было влияния извне. То есть за 4 года с капитализма? Нет, я имею в виду в начале независимости, отношение к капитализму в целом и к рыночным реформам, он был намного более благоприятным, чем является, ну вот сейчас эти годы, 16-17 годы, я это докажу на примере социологии. Вход в правительство имеет не только политико-оригархический класс, но также вот требования МВФ, которых я иллюстрировал Кейнсом. И я вам покажу, почему МВФ проводит именно кейнсианскую политику. А также давление на правительство оказывает их внутреннее мировоззрение. Это Маркс, это Фридрих Лист, сторонник экономического национализма, и это вот так называемый рыночник Джон Эдвард Нэш. Это как бы наиболее рыночный подход, но он также очень интервенционистский. И все эти лица, они имеют так или иначе свое выражение в тех или иных стейкхолдерах. Ну, например, первый вице-премьер-министр Украины, он более такого старого поколения, и он несет в себе такой вот Степан Кубьев марксистский подход к экономике. Нэш имеет реализацию обличения в виде главы Киевской школы экономики, надзападный образец школы, которая несет идеи, которые популярны в Западе. Он защищал свою диссертацию, является большим фанатом теории игр Нэша. И Лист, сторонник протекционизма, экономического национализма, он также имеет свое выражение в идейных носителях. Например, глава налоговой и предпринимательской политики в Верховной Раде, радикал из радикальной партии Голосёк. Голосёк, он как бы ссылался на учение Листа. Ну, в его случае, и очень часто вот все эти личности, мировоззрения, с одной стороны это мировоззрение, с другой стороны они этим прикрываются. То есть, в случае Листа с протекционизмом, это еще и лоббизм. То есть, она очень как бы гармонично дополняет одно другое. Как вы относитесь к передаче в частную собственность приватизации больших предприятий? К моему множеству, что Украина была намного более капиталистической. И вот эти вот иждивенческие настроения сформулировал именно недалекий политический класс. В начале, вот в девяносто втором году, отношение к передаче в частную собственность больших предприятий. Малых предприятий, 35% были негативно относились и 25% относились позитивно. Сейчас мы имеем результаты такие, что 63% относятся негативно и лишь 13% относятся позитивно. То же самое примерно с малыми предприятиями. Скатились с 56% поддержки до 32%, ну, поддержки. А негативные настроения, соответственно, выросли с 13% до 36%. Они сейчас уже преобладают в ходе точки зрения народа. Наиболее это показательно даже по отношению к земли. Потому что политики взяли себе этот политический класс, популистский класс. Он взял себе вот этот вопрос на политическую плоскость, на вооружение. И девальвировал фактические отношения к приватизации земли. Удивительно, в 92-м году люди готовы были бы поддержать приватизацию земли, рынок земли. Но популисты это вот свели к 16% всего лишь. И негативное настроение, соответственно, пропорционально также выросло. То есть, рынок земли мог пройтись и тогда, но сейчас трудно его пройти. Потому что в политике очень характерно, что именно после 2004 года, когда пошли политизация общества, социализация общества, Тимошенко, когда вот это все бурление пошло. И, к сожалению, в Украине не нашлось ответственного политического класса. Нашлись только безответственные популисты. Это приватизация земли, а это именно купля-продажа земли. Говоря об Украине, земля находится частично в государственной собственности, но во многом преобладающее количество находится в частной собственности. Но собственности нужно взять в кавычках, потому что люди не имеют права купли-продажи земли. Так называемые действуют моратории на продажу земли. И что мы можем говорить, что фактически собственности нет. Потому что property rights в таком классическом значении этого слова, конечно же, предполагает, что люди имеют право распоряжаться, продавать, покупать землю. В общем, тенденция точно такая же. Как люди относились к управлению экономикой? Каким образом, по вашему мнению, государство должно принимать участие в управлении экономикой? Необходимо минимизировать участие государства, все регулирует рынок. Такая классически либеральная позиция. Она выросла, но она все-таки до сих пор, последние данные 2016 года, всего лишь 10% классических таких вот либералов поддерживает этот тезис. Выросло количество таких интервенционистов. Абсолютное большинство украинцев это такие, не знаю, белорусы говорят, померкованные. И нашим, и вашим. И свобода, и несвобода. И рынок, и государственное вмешательство. И нашим, и вашим. Это, в принципе, довольно-таки распространенная украинская позиция. И вот таких вот именно плановиков их все так же примерно остается четверть. Ну вот именно по капитализму. А вот эту секунду беру этот слайд и просто 2004-й сравниваю и 2014-й. Да. Когда у вас были веселые времена и просто цифры. Они у нас до сих пор веселые, но... Ну, примерно, как бы... На предыдущих слайдах было видно, что, ну, как бы... По капитализму, социализму сторонников социализма, по крайней мере тех людей, которые ассоциируют себя с этим словом, 22% — это 14% с 1994 года. Капитализму — 12% — 13%. Ну, что, в принципе, согласовывается с этим. 6% — 11%. Вот наш предел. Это вот 13%, 15% в лучшем случае людей, которые себя ассоциируют со свободой и в требованиях власти, соответственно, точно такие же предъявляют. Вот поддерживаю тех и других, лишь бы не конфликтовали. Очень такая позиция — 23%. Лишь бы не было конфликтов. Социализм плюс капитализм уж свежом. Как-то его можно разъединить. Высокие времена, скорее всего, встречи какие-то. Следующее утверждение о роли государства. Государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг — образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги для таких людей, как я. 17-е годы — это два года последних, свежие данные. Это майский опрос. Фонд Кучерева. 30-35%. Вот считают, что государство полностью должно взять за себя обеспечение медицины, образования, пенсии, даже если придется увеличить налоги для себя. Человек ставит именно эту позицию. Рыночники, которые... Необходимо минимизировать роль государства, уменьшать дологи для таких людей, как я. Лучше я сам буду платить за образование медицины и накопительную пенсию. 5-5,2%. Скорее согласны — 15-15,5. И полностью не согласны. Все это я как бы говорю о том, что украинцам, в принципе, нужно поставить диагноз, что нет запроса, по крайней мере, украинцы не могут предъявлять давление, давить на украинскую власть, чтобы та проводила рыночную реформу. Это кто-то другой, очевидно, должен был бы сделать, потому что, ну, с такими ожиданиями, на такие ожидания политика вот эта олигархическая власть, правительство будет отвечать интервенционизмом и увеличением государственного вмешательства. Как вы считаете, сможет ли большинство людей прожить без постоянной заботы, опеки со стороны государства? 13% такими, снова-таки, считают, что может и не может 77%. Хочу вам проиллюстрировать, мы при этом, при этом всем, что есть такой вот консенсус, интервенционистский консенсус. Украинцы не любят власть. При этом в том, что она пытается проводить этот консенсус в жизни. Все президенты Кучма, Ющенко, Януковича и Порошенко имеют довольно-таки низкую оценку среднего балла доверия. Трех, четырех, до пяти максимум это вот был Янукович. Илья Альфович. Ющенко больше. Это в начале. Это в начале в саде. У них у всех в начале. У всех довольно-таки малые. Кучма в сад саде 94. У всех в начале, это понятное. Больше. И тут я хочу проиллюстрировать про тот тезис, который говорил Горослан, что есть запрос на рыночник, на таких людей, которые будут править сильную руку и не будут считаться с какими-то правами, свободами. Говоря об украинцах, не нужно себя тешить какими-то иллюзиями, что украинцы свободолюбивые. Вот смотрите, отношение украинцев к собственной власти и отношение украинцев к лидеру Беларуси Лукашенко. Беларуси Лукашенко. Ну, победил эту серию. Были выборы в Украине. А вы сейчас? Украинцы его сделать было, да? Украинцы его сделать было, да? Украинцы играли в шоке армии. А вы должны отметить, что самый высокий процент был в 2010 году. Я так понимаю, это до кризиса, до всех этих явлений. Конечно же, в Украине это был просто герой. Сейчас, конечно же, немножко доверие упало, но тем не менее, это намного выше, чем процентов украинцев. Два раза. Два раза. Да. Итак, запроса украинцев на свободу нет. Есть запрос украинцев на социальное изменчество, на патернализм. А также есть запрос на решение определенных групповых интересов. Это, ну, как бы, свою точку зрения, сейчас я ее сложу. Например, пример такого реализации групповых интересов, запроса на групповых интересов, это решение проблем с евроблянкой. Автомобилисты на европейских номерах в Украине вынуждены платить очень высокие цены. Например, здесь вот как раз этот плакат на митинге иллюстрирует это. Если авто Volkswagen Passat B5 98-2005 годового выпуска по ориентированной стоимости 2000 евро, 2000 евро стоит машина, в Украине его растаможка стоит 4638 евро, сама растаможка, налог, пошлина 200 евро, НДС 1368, регистрация 274 евро, и, в общем, получается 6480 евро за растаможку автомобиля ориентировочной стоимости 2000 евро. Конечно же, это беспредел, это никуда не годится. Но при этом всем украинцы привыкли решать их проблемы точковые. Это групповой интерес одной касты людей, одной группы людей, и в основном участники митинга – это исключительно автомобилисты на европейских номерах. Очень мало из сторонников того, чтобы вот это вот все изменилось среди людей, которые не ездят на европейских номерах. Объяснить это можно тем, что… Тем, что люди, которые купили автомобили на украинских номерах, они чувствуют определенные moral hazard, моральную… Угрозу. Как-то угрозу, моральную угрозу, моральную издержку из-за того, что они заплатили высокую цену. А как же теперь халявщики хотят растамаживать по таким дешевым ценам? Как же это я проиграл, значит и все должны быть проигравшими. Это вот такое вот, тоже, мне кажется, черта украинца, поскольку это очень характерно. Но точно так же можно сделать и камень в огроз вот этих евробляхер, мы их называем евробляхами или евробляхерами, автомобилисты на европейских номерах. Они точно так же не ищут формирования широких коалиций. Они не говорят про то, что в общем цены на пошлины, на налоги, на все вот эти вот издержки должны быть снижены. Они хотят решить свой вопрос. И это достойно поддержки, но это все-таки уводит всю дискуссию в решение каких-то вот отдельных вопросов без решения общей проблемы Украины. Итак, проблему Украины должен был бы решить кто-то другой. И, к сожалению, если украинцы не могут, не имеют запрос на свободу, ожидалось бы, что западные организации должны были бы немножечко помочь украинцам, по крайней мере в давлении на правительство. Но это не происходит. Этот слайд вот иллюстрирует проявление такой вот политики МВФ. Это Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ. Это Кейнс, это офис МВФ в Вашингтоне. А это заместитель директора распорядителя МВФ Владислав Рашкапан. Он занимает высокую должность. И вот они в этом консенсусе находятся. Кейнсианском. Почему кейнсианство, это я Вам сейчас докажу, именно на примере меморандума Украины с МВФ. Это не фотошоп. Это не фотошоп, это он выложил. Женщина-собака выглядит в фотошоп. Вот она очень нравится. Сейчас... Так я же говорю, он собак выглядит в фотошоп. Смотрим меморандум Украины с МВФ. 5 марта 2017 года он как бы действует. Мы не будем воздерживаться от какого-либо существенного сокращения налогов и не станем предлагать новых освобождений от налогообложения из схемы амнистирования. Мы значительно усилим требования к режиму упрощенного налогообложения, который состоит в существенном пробел в нашей системе налогообложения с 1 января 2018 года. Мы будем также воздерживаться от введения бегодного налогообложения за исключением местных налогов на имущество для компаний, работающих в индустриальных зонах. Ну и в целом этот меморандум находится в свободном доступе. Можно прочитать и уяснить, что МВФ не выставляет каких-либо требований по сокращению налогов и по сокращению государственных расходов, которые в Украине составляют порядка 45-46, а иногда даже выше называют цифры, потому что это посчитано таким довольно-таки грубым методом госбюджет плюс пенсионный фонд. Не учитывается местных бюджетов, которые сейчас идет реформа децентрализации, мы в ГПД скажу, которые все больше передаются обязанности по проведению там социальной политики на места, то есть этот реальный процент может быть и больше 50% ВВП. Вот это страны ОССР, Организация экономического сотрудничества и развития, и Украина. Как видим во Франции, к сожалению не вместилось, если так понимаю. Во Франции этот перераспределительный процент составляет 60%, ну около 60%, а лидер среди ОССР — это Южная Грия, там меньше 30%. Украина вроде как выглядит более-менее на среднем уровне, и кто-то бы сказал, что ну окей, видите, вот есть много стран, которые ниже, которые выше точнее, вот та же самая Франция, Греция, Бельгия, ну Греция не очень успешная страна, который привел к этому социализм, а много довольно-таки развитых стран. Так в чем проблема? Итак, это слайд государственного перераспределения. на качество госрегулирования по World Governance Indicators. Как мы видим, вот эти вот все страны так и остались, они же перемещены сюда, вот они остаются на своих местах, и остается Украина, которая вот скатилась в минус. Качество госрегулирования находится в минусе по сравнению со странами ОССР, которые могут перераспределять больше, но тем не менее качество госрегулирования является несравненно выше. Поэтому вот этот вот консенсус МВФ по отношению к Украине, он неприемлем, смотря на этот график, смотря на график верховенства права и перераспределительный процент, смотря на качество госуправления, качество госрегулирования, качество госуправления. Все данные, которые мы имеем, говорят о том, что этот перераспределительный процент несовместим с тем, как расходуются эти деньги. Мы могли бы говорить о том, что было бы, если бы Украина была бы вот где-то здесь, приемлемо либо для нас был бы социализм, и тут мы могли бы делать наши оценки на каком-то там, этическом уровне, мы за равенство, или мы за свободу, но когда мы говорим о реальных вещах, мы можем говорить об утилитарном аргументе, об аргументе эффективности. Если все настолько плохо, то, наверное, нужно снижать налоги, но этого, как мы видели, МВФ не советует Украине. Реформа в Украине, несколько слов. Что было за эти несколько лет после революции Достанкса? Прошла иллюстрация, ну, реформы тут нужно немного взять в кавычки, потому что иллюстрация, это нельзя называть реформой, а циклит частично людей, которые были на госслужбе, от права занимать госслужбу. По фактору того, что они были членами правительства Януковича, занимали топ должности, их отсекли по такому признаку профнепригодности. Но улучшило ли это реально качество госуправления? Последние данные говорят о том, что это к этому не привело, и мы все-таки до сих пор находимся в очень негативном характеристике. Украина подписала соглашение об Евросоциации, и приложение к ассоциации – это договор о свободной торговле, свободной и всеохватывающей торговле. Но при этом все, точно так же, свободную торговлю здесь нужно взять в кавычки, потому что те договоры, которые подписывает Европейский Союз, которые вот находятся в мейнстриме экономической мысли, их нельзя назвать свободными. Это договоры с множеством правил, исключений из правил, множеством каких-то подводных камней, стандартов, множество исключений и все подобного рода. Действительно, говоря о торговле, о международной торговле, производители, бизнес переориентировался с России на европейский рынок, но нельзя сказать, что он переориентировался, процентов 15 остался российского, и процентов уже, большую часть занимают европейские страны. Тем не менее, нельзя назвать, что он свободный. Все существуют квоты. На мед, на сталь, на любой товар, который возьми, это квота. Ее нужно заполнять и не превышать, и все в таком же роде. Безусловно, позитивный шаг – это подписание соглашения о безвизовом режиме. Украинцы имеют право, почитать от страны Шенгена, до 90 дней пребывать в Шенгене. Реформа патрульной полиции прошла. Патрульная полиция – это новый орган в рамках Министерства внутренних дел. Набрали новых ребят с улицы практически, которые улыбаются, делают селфи, и все такие позитивные, действительно, если выйти на улицы Украины, можно почувствовать, по крайней мере, не чувствуется, что этот человек в полицейской форме представляет для тебя угрозу, представляет для тебя… Определенным образом был реформирован без государственных сервис на примере так называемых домов юстиции. Они выглядят красиво, но точно так же они занимаются красиво теперь, занимаются очковтирательством, занимаются выдачей бесполезных справок, которые, в принципе, их можно было бы избежать. Стартовалась судебная реформа, но, по сути, она также… уровень доверия украинцев в судебные ветви власти колеблется в рамках статистической прогрешности – 2-3%. В Украине активно внедряются ОСББ – это организации спивблазники, квартирные будинки, как это перевести на русский. В общем, когда дома… ОСНД. ОСНД. В определенной мере это действительно позитивный шаг, который учит людей заниматься собственными делами, и, возможно, это даст какой-то позитивный шаг в будущем, потому что наследие Советского Союза, вот отношение к личной ответственности, к свободе, оно очень прискорбное в украинцах. Может быть, на примере управления их домов они смогут научиться заключать договора с водоканалом, с другими поставщиками услуг, и таким образом придут к тому, что возьмут больше ответственности за свою собственную жизнь. Армия, конечно же, преобразилась. Армия до 2014 года – это была разваленная структура с полуголодными и полуодетыми, это правда, это факт, солдатами. Сейчас все-таки армия обеспечена, проводится модернизация. На армию безопасность тратится 6% совокупного пола внутреннего продукта, но, к сожалению, вот эти высокие расходы на армию, та угроза, с которой столкнулась Украина в лице агрессии России, стала таким вот дополнительной подпоркой большого государства. У нас в Украине так говорят. Ну нельзя же сокращать государство, раз Украина ведет войну с Россией. И они апеллируют к тому, что на сектор безопасности и обороны Украина тратит 6%. А это, конечно же, несоизмеримо много по сравнению с европейскими странами, которые даже не соответствуют стандартам НАТО на 2% расходов на оборону. И тем не менее это 6%, а общие гос. расходы это 46%. 40% это все, что не входит в армию. И даже если говорить, что мы имеем вот такие вот вызовы, сокращение гос. расходов до 25%, максимум 30%, это более чем реально, все становится является дополнительным временем. Какие реформы сейчас проходят? Вечно текущая реформа борьбы с коррупцией, которая в Украине заключается в том, чтобы бороться с коррупцией не в корне, не в их причине, а в средствах. Почему существует коррупция? Потому что есть контакт человека и чиновника, потому что есть огромная бюрократизированная, регуляторная, неэффективная среда, которая позволяет, и этика, украинская этика, она как бы очень срощена с коррупцией. И тут дилемма для либералов и либертарианцев. Как мы должны относиться к коррупции? Как бы стандартный ответ, на который хочется дать, негативно. Потому что коррупция это то, что затрачивает какое-то дополнительное время, это как бы негативно, не хочется этим заниматься. Но в украинских условиях, лично мое мнение, это отчасти даже спасает. От того всего неэффективного государства, всей этой неэффективной регуляторной среды. По-моему, коррупция, когда откупается человек от наезда налоговой, от каких-то глупых регуляторных практик, она является оправданной. И бороться с коррупцией нужно именно в корне, а не созданием 5-7 антикоррупционных агентств. Вот я вам перечислю только. Национальное агентство по противодействию коррупции, Национальное агентство по антикоррупционному бюро Украины, Национальное агентство, потом специальный антикоррупционный суд, который будет заниматься только коррупционными делами. И еще, по-моему, несколько таких органов, помимо СБУ, помимо спецслужбы, помимо МВД, которые вроде как тоже должны заниматься борьбой с коррупцией. Наплодили ключу организаций, которые тянут деньги из бюджета, но, по сути, коррупция как оставалась, так и остается в Украине. Проходит децентрализация, действительно спускаются больше полномочий, больше ответственности, в том числе социальной ответственности, на органы местного самоуправления. В частности, им передали обязанность финансировать такие образовательные учреждения, как ПТУ, как среднее и специальное образование. А налоги им передали? Частично передается, да, частично увеличивается, но, в принципе, это тоже можно приветствовать, потому что чем ближе власть к народу, тем можно сказать, что люди могут предъявлять больше и требований по качеству управления, и точно так же, если они видят, что вся эта система является забюрократизированной и неэффективной, они могут выставлять требования по ее сокращению до приемлемого уровня. Реформа правоохранительных органов, кроме вот этой патрульной полиции, которая пошла, она, можно характеризировать ее как неудовлетворительная, коррупция все так же, все та же, только коррупция в данном случае как вымогательство, поезды, тут нужно разделять, например, пассивную, активную коррупцию, вот именно правоохранительные органы занимаются такой активной коррупцией, а частник, бизнесмен, он занимается пассивной коррупцией, когда он откупается, и тут нужно судить, наверное, по разным критериям. Реформа здравоохранения, которую сказал Ярослав, это действительно калькас британской модели. По сути, если взять именно отношения денег налогоплательщиков и государства, система осталась та же, но не та же. Это те же яйца, но вид сбоку. Если раньше это была система СИМАШКА, то есть Украина финансировала по советскому образцу по советскому образцу больницы, клиники, и выделяла деньги непосредственно на органы здравоохранения, то теперь, якобы, такой запущенный мем, деньги ходят за пациентом. Ну, в то время, как видно, что деньги действительно идут за пациентом, деньги выделяются на каждого пациента, теперь пациент должен зарегистрировать соглашение с врачом, которого он якобы сам выбирает. В городах это работает, в сельском местности, очевидно, это даже и не будет, не имеет ни шанса работать, когда есть один врач на район, на село, и все, и какой же здесь выбор. И тем не менее, не видно, как деньги уходят от налогоплательщика, а потом идут за пациента. Нет конкуренции, нет мотивации в инвестициях в эту систему. То есть, если сейчас это является неэффективным, то, что мы перевернем то, как идут деньги, если они шли на больницы, а теперь они будут идти за пациентом, можно говорить лишь о каком-то частичном улучшении качества. Но, по сути, в рамках колоссального дефицита бюджетных средств и вообще средств на здравоохранение прорыва какого-либо не произойдет. Нужна совсем другая система, которая будет предполагать ответственность каждого человека за свою собственную жизнь, здоровье. Нужна быть система конкурентных страховых агентств, которые конкурируют между собой за предоставление людям страховки. И также нужна определенная государственная солидарность, когда неимущим людям государство оплачивает, можно сказать, ваучер, чтобы человек сам уже выбрал этого провайдера в медицинских услуг. С единым провайдером услуг здравоохранения это, конечно же, невозможно. Пенсионная реформа, ну, само-таки реформа в кавычках, свелась к тому, что повысить пенсионный возраст из-за вот этого всего массового популизма в Украине невозможно. Практически невозможно. Человек, который заикнется на повышение пенсионного возраста, не будет переиспран. Они сделали такой финтушами, они повысили страховой стаж. Трудовой. Трудовой стаж, сколько человек должен отработать перед тем, как претендовать на пенсию по возрасту. То есть возрастные цензы остались в прошлом, если не ошибаюсь, это 55. Это они будут возрастать, но они растянули. 55-60 лет, а вот именно страховой стаж, он растянут во времени. Сколько человек, если раньше он должен был проработать 15 лет, то сейчас он вынужден будет проработать 25 лет. Определенным образом это решает проблему. По крайней мере, в каком-то краткосрочном или среднесрочном периоде дефицит бюджета. Но в дальнейшем вся система солидарная, вся система таких вот... Или даже сейчас говорится о внедрении так называемой системы с тремя ступенями. Она является несправедливой и неэффективной, и рано или поздно в рамках массовой эмиграции украинцев, частично которая побуждена в безвизовом режиме, эта проблема станет снова, и мы вынуждены будем возвращаться к какой-то иной модели пенсионной. Риск в том, что вот эти вот все реформы здравоохранения, пенсионные, которые проводятся под якобы рыночными лозунгами, по крайней мере считаются под этим всем соусом рыночником, в Украине это очень хорошо ощущается, что правительство, оно хочет быть таким в моде, в тренде, и оно стремится заигрывать с такими... с либеральными людьми. Она называется либералами, она даже министр финансов называл себя либертарианцем, хотя по сути он проводил довольно-таки интервенционистскую политику, но... для меня слово либертарианц — это вообще что-то такое святое, и слово которое довольно таки радикальное. Я даже сам не называю себя либертарианцем, потому что для меня они очень-то довольно-таки радикально. Мне больше понравилось слово либерал, когда ты реформируешь и когда ты сокращаешь, А когда человек назвать себя либертарианцем, я думаю, что он там уже просто в горы свернется и сделает что-то выдающееся рыночное. Просто он такой смелый. На самом деле, свелся к тому же интервенционисту и даже близко к либерализму не подошел. Реформа образования снова-таки половинчистое, непосредовательное и в кавычках. Потому что главным образом она свелась к тому, что украинцы, дети, вынуждены будут учиться в 12 лет. До этого они учились 11 лет, сейчас 12. То есть растянули срок выхода на трудовой рынок до 18, а то и 19 лет. Украинцы будут оканчивать свои школы в 18-19 лет. Я думаю, что пора открывать роддомы возле школьных образований и какие-то другие социальные учреждения. Частично также передали на уровень родительских комитетов право хозяйственного контроля за директорами. И вот в этом все. Вся система осталась все так же, все той же с доминированием государства. С государством, которое формирует образовательные планы, спускает их сверху. И если говорить про вот эту децентрализацию, автономизацию, то оно только касается хозяйственной деятельности. Оно не касается права выбора родителями, или, по крайней мере, права участия родителей в формировании школьной программы. И так далее. То есть ожидать, что дети будут изучать в школе уроки экономики, бастя, или еще какого-нибудь базового, легкого в усвоении экономиста, который даст какие-то основы логики, не приходится. Государство будет и так дальше выпускать таких маленьких этатистов, которые будут поддерживать всю систему и замыкать систему. Отложенная приватизация, ее каждый год вносят в бюджетный план. Порядка, ну, меньше миллиарда долларов, но это 18-19 миллиардов гривен. Каждый год записывают ее в бюджет, но каждый год из бюджета реальная приватизация проходит на какие-то копейки. И уже давным-давно в Украине не было приватизировано чего-то крупного. Конечно же, это не сравнится с тем уровнем государственного сектора, который существует в Беларуси. И тем не менее, искривления, рыночные искривления, которые существуют в Украине, они довольно серьезные. Ну, сама лишь цифра, что в Украине порядка трех с половиной тысяч государственных предприятий. Порядка, я говорю порядка, потому что сами же министерства экономики не знают, сколько у них государственных предприятий. Они называют приблизительную цифру и вот как-то не могут свести все в консистент сайла. Не могут сказать, какие у них аудит не пролезет. И я как бы закончу. Где мы сейчас пребываем, Украина, очень мелкие цифры. Хуже всего у нас с правами собственности, с надежностью денег. Украина обвалила курс валюты в три раза. Инфляция в 2014 году достигала 70%. Она была продолжена в 2016 году. То есть надежность денег, она просто очень-очень негативная. Она точно так же в Украине запрещена, до сих пор запрещена иметь валютные счета в иностранных банках. В Украину так до сих пор не пришел PayPal, что для программистов тех же самых составляет проблему. То есть надежность денег, она очень негативная. И каждый год центральный банк проводит интервенционистскую политику. Вот в прошлом году порядка 15% инфляции было. Государство, оно в общем-то срочное с центральным банком. Оно заставляет центральный банк покупать облигации внутреннего государства на займах. Так оно финансирует бюджет. То есть такие есть непрямые пути обмана людей, за что расплачиваются все украинцы. Ну, инфляции. Что лучше всего? Регулирование кредитного рынка. Регулирование бизнеса и размер правительства относительно, конечно же, других стран является не таким плохим. Хотя, по сути, когда мы смотрим на отношение размера правительства и качество этого правительства, это все не удерживает политики. То есть, как мы видим, даже лучшие наши показатели, они все равно должны быть скорректированы. А Украина давит вниз, это защита прав собственности. У нас есть такой термин «рейдерские атаки», когда в суд предприниматель не может быть уверен, что он владеет собственным предприятием. Его могут быть отобраны частные собственности. Это просто базис, фундамент того здания, фундамент экономической свободы. Если его нет, то они о чем-то другом, в принципе, говорить не приходится. Итак, Украина это интервенционистского типа государства и, к сожалению, нет запроса ни среди населения, ни, к сожалению, у международных партнеров Украины на реформы. Как с этим быть? Очевидно, что просвещение, лишь просвещение и какие-то вот антихрупкие платформы, как биткоин, как блокчейн и построение каких-то альтернативных структур государству, солидарности. Здесь нет этого слайда, но украинцы продолжают доверять церкви. Это с 90-х годов продолжается. Украинцы доверяют волонтерам, то есть украинцы доверяют друг другу. Если мы доверяем друг другу, то мы можем построить какие-то, возможно, альтернативные механизмы вне государства. Потому что надеяться, что государство будет реформировано, я долгое время пребывал в этих как бы иллюзиях. Но сейчас я, определенным образом, скептик по поводу возможностей реформирования государства, если она насколько захвачена как политико-аллегоргическим классом, так и международными фондами, так и запросом общества на ампатернализм социализма. Спасибо. Я продолжу другу в последнюю часть. Единственное, немножко добавлю, я быстро. Немножко добавил, что по поводу европлях ситуация сложилась таким образом, что у нас есть консенсус олигархов владельцев автопромышленников, которые в облобировании создали вот эту систему, когда-то не можешь вести нормальный автомобиль, а вынужден покупать у них автомобиль, который они же собирают по лицензии от Китая, от Шкоды, Пульс Ваня и так далее. Что бы еще здесь хотел добавить? Два слова, буквально, по ОСББ, по децентрализации и ОСББ. Значит, децентрализация действительно, местные бюджеты стали получать больше денег. Более того, те деньги, которые были раньше целевые, шли из национального бюджета, они переданы полностью местным властям, что не может не радовать местные власти. Вот мы, бывший мэр, наверное, конечно, подтвердили. Но при этом сейчас встает вопрос, мониторинг, как они их используют. И все начинают их просто закапывать в дороги, казалось бы, хорошо, но есть проблема завышенных цен на вот эти все услуги, дороги. И вообще вопрос о том, а тратят на дома культуры какие-то восстанавливают, да, бесполезные. Становятся вопросы об эффективности их использования. Что вроде как бы деньги дали, а что же они их тратят? И реформа вот ОСББ, которая была заложена, идея была какая-то. За полтора года все дома многоэтажки должны были создать эти ОСББ. Но ее полностью затормозило, и все равно в ноль ушла именно местные власти. Почему? Потому что тогда они теряли источник финансирования, оплату за обслуживание домов. Все компании, которые либо монополисты в городах, либо они там, ну, какие-то родственные, ну, понятно, связи, схемы стоят. Так, это все. Значит, у меня блок такой. Украина в преддверии предвыборного марафона. Чтобы вы понимали, где мы можем оказаться, да, и что у нас может произойти, да, в ближайший год. 2019 год, 31 марта, у нас выборы президента очередные. И в конце октября у нас очередные парламентские выборы. 2020 год, это выборы местные. Ну, для того, чтобы понять, как бы, для понимания, что необходимо для, вот, участия в выборах, да. Благоприятная электоральная ситуация, финансовый ресурс, медиа, административный, другой ресурс, там, эффективная команда, партийная структура, временной ресурс, ну, и самая последняя, не самая важная, победная. Ну, и вот, как бы, разберем немножко по каждому пункту. Благоприятная электоральная ситуация. Посмотрим, какая сегодня сложилась в Украине электоральная ситуация. Это результаты готовности украинцев брать участие в выборах, да. Как мы видим, в целом большинство, и экспертами прогнозируется явка и социологиями где-то на уровне 50%. Это ниже, чем было раньше, но, как бы, остается еще на уровне 50%. Если бы выборы, значит, во-первых, у нас сейчас начался парад соцзапросов. У нас есть, как бы, такие много социологических служб, и они, как бы, предоставляют свои результаты. Естественно, есть соцслужбы, которые, ну, которым можно доверять, да, а есть, которые, ну, вы бы заплатили, мы не слушаем те цифры, которые необходимы для технологов, да. Ну, есть, как бы, пару служб, которым я, как бы, имею доверие, лично-то мы имели, это фонд «Дима инициатива» и «Коколчарева». Ну, и там, другой, дальше вы увидите результат тоже. Вот, как бы, вопрос, когда он состоялся, здесь у нас в травме, да, в мае, в мае, мы видим это вот поддержка в действии среди тех, кто готов принимать участие в выборах. Это тот, кто сто процентов продовольствует. Как мы видим, здесь лидеров, да, я выделил здесь желтым. И вот здесь, значит, а, значит, обратите внимание, что здесь составлен список и тех, кто заявил уже, что он будет, так или иначе, участвует в выборах или партия будет участвовать, да. Как мы видим, лидер здесь Тимошенко, 13,6, Анатолий Реценко, Петр Порошенко, ну, и так далее. Юрий Бойко, Олег Ляшко, вот те политики, которые вот на слуху и которые ходят в пол. Значит, теперь это список тех людей, которые, возможно, будут кандидатами, да. Как мы видим, здесь появляются новые фамилии, это Святослава Корчук и Владимир Зельянский. То есть, если они принимают участие, то мы видим, что вот такая конфигурация рейтинга получается. На первом месте Тимошенко, Реценко, ну, и так далее. Как вы видите, ни у одного кандидата нет явного преимущества. И все понимают, что будет второй тур. Но, интересно, во втором туре я здесь не приводил конфигурацию в случае попадания. Юлия Тимошенко там с вероятностью 99% попадает туда. А вот другие конфигурации, значит, в случае попадания, например, Анатолия Гриценко, она проигрывает. В случае попадания в Акорчука она тоже проигрывает. В случае попадания других она выигрывает. Ну, и вот эти вот конфигурации можно рассмотреть. В общем, как бы наиболее такие шансы в случае попадания в второй тур у Анатолия Гриценко. Если кто не знает, это бывший министр обороны Гриюченко. Да, все помню. Значит, там вот опять Дмитрий Ярыш, видите, поддержка там, чтобы звучала информация о том, что у нас тут правый секчев. Петр Симоненко, бывший лидер коммунистов. Арсений Яценюк, видите, сколько у него. Быстро отгорел парень. Виталий Фричкор, тут, да, видите. Тягный Бог, это вот три персоны, которые на моем доме, ну, он как бы сохраняет свою позицию. Теперь отношение украинцев к политикам. Это позитивно-негативно. Это вторая служба, которую можно смотреть, рейтинг. Как мы видим, у всех вот здесь зашкаливает антирейтинг. Среди вот потенциальных кандидатов, вот здесь вот наименьший антирейтинг будет в лицинге, 50%. Плюс у него там чуть больше, чем у других политиков. Юрий Бойко тоже. Юрий Бойко это представитель оппозиционного группы. Ну, такой команды бывший, значит, Янукович. Вернее, часть. Ну, Янукович отдельно был, как бы, партия региона была. Это тоже было такое вот сообщество разных течений, которые объединятся здесь. Вадим Рабинович, это конкурчанин. Он такой популист тоже. Но сейчас он активность его немножко снизилась. Говорят, что вроде как перестали его там по спорте насилить. Я не знаю. Андрей Садовой это самопомпись. Это считается такая проевропейская демократическая сила, поддержка которой уже крупные народа. Мэра города Львова. Но компания, которая началась полтора года назад и закончила год назад, проблемами мусора, когда он столкнулся с вывозом мусора, его эта компания очень грамотная, продуманная в медиа. Снизила его, опустила его рейтинг для тех позиций, которые мы видели. И он уже выпадает из пула реальных президентов. Олег Ляшко остается. Это руководитель радикальной партии Украины. Ну такой вот популист. Но он проповляет. Он же полярный через комиссию Украины. Кто? Ляшко. Там сельское, да. Если мы говорим о электоральных картах, то они на одном электоральном поле. Это сельское население. Там борьба за электорами. Так, и здесь как бы украинцы тоже вопрос спрашивают, нужны ли новые лидеры. Мы видим, что потребность вот есть 60%. И видите ли вы таких лидеров? И 60% обещают, что нет. Ну их реально как бы, если так, объективно. Характеристики этого нового лидера, ну как всегда, первое это не коррумповый, не коррумповый, да, честность, такая вот идеалистическая. Да, готовность защищать интересы простых людей. Вот с ЭКО, да, в таких три первых. Ну программа, видите, такая, 20%. Ну, на самом деле ее никто не читает, собственно, она особая, кроме экспертов. И преподаватели, политологи будут. И вот на кого вы можете назвать Собинова. Да, первое место Ватарчук, второе – Зеленский, третье – Мураев, это тоже Передовчанин. Он тоже в одной лодке с Рабиновичем. Ну, как и Рабинович, как и Мураев, все мы знаем, что там тянется за ними шлейф, хвост в поддержке российских денег, поэтому как-то это понимание есть. Савченко, видите, да, когда герой про ИНа. Сейчас ее задержали, она находится в СИЗО, там взяла на нее. Ну вот, видите, тоже у нее рейтинг уже упал. Значит, когда я там показывал, это вот электоральная ситуация, да, то есть вы должны оценить, где вы находитесь и принимать ли участие в выборах. Теперь самое важное, что нужно, необходимое на выборах – это деньги. Здесь мы давайте посмотрим, а кто у нас в Украине может реально провести, обеспечить компанию президента. Мы же понимаем с вами, что это, наверное, ну, пожалуй, не один десяток миллионов долларов нужно, а то и соте для того, чтобы провести компанию. Если залог кандидата в президент, то я должен составлять на не меньше, около 2,5 миллионов гривен, это около 100 тысяч долларов. А что такое забор? Ну, это в месте сбора. У вас есть сбор подписи? Да, да. Ну, чтобы участвовать в выборах, вы должны нести залог. 100 тысяч долларов для того, чтобы принять участие. Если вы, ну, ну, это такой фильтр, чтобы отсеять все. Как у нас говорят городские сумасшедшие, им ардинаты, да. Он, по-моему, возвращается, и сюда назарится какой-то минимальный... Если вы играли, возвращается. У нас, если вы играли. А так не возвращается. Да, и, значит, я сразу оцениваю, у кого же больше всех ресурсов, да, в Украине. Кто может реально профинансировать компанию? Мы видим, что остается лидер Ахриан Ахметова. Он нашел взаимопонимание с Петром Порошенко, немножко поделился активами с ними, но в целом он сохраняет реальные... Он остается лидером газовой отрасли, электрификация, мобильная счастье и так далее. Так, Игорь Коломойский со своим партнером Игорем Геннадием Боголюбовым, они остались. И тут, наверное, то, что Коломойский... Ну, то, что жаль, он как бы отдал этот приват. И перед тем, как вывезти все активы, ну, и уже национализировали коммерческий бак, сейчас говорят, и бьют слухи о том, что хотят приват продавать опять. Вроде там опять же маяшил Коломойский, но я не знаю. Он сейчас вынужден уехать, и находится в основном на границе. Виктор Пинчук, вот этот человек, который, говорят, вкладывает в Макарчука. Виктор Пинчук. Выгодитель из металлических завода. Это бывший взгляд Кучма. Ну, не бывший, а... Я имел в виду бывшего президента. Юрий Косюк, это... Наша Аяба, есть такая, Хурица у нас ввел этот. Да, вот это его. Он партнер Порошенко, это уже там какие-то вещах. Дальше Новинский, ГАЗ, там, НЕФ тоже. Влияние идет российское, это уже у него. Александр Ярославский, под ключами у нас. Ну, и Петр Алексеевич. Немножко потерял одну позицию с прошлого года. Чуть очень плетит. Да, Дмитрий Феев, тоже опять ГАЗ, сохраняет позиции. Партнер Бойко. Ну, так, значит, ну, все мы понимаем, что, помимо финансов, конечно, обладать нужно другим ресурсом. Такие могут быть там ресурсы. Медиа, административный, может быть личный ресурс, когда ты владеешь, там, у тебя хорошие ораторские способности, да, или обладать какими-то другими, экспертный какой-то ресурс и так далее. Но я бы все-таки выделял больше, конечно, медийных, в первую очередь. Мы посмотрим, что украинцы вообще с медиа, потому что они смотрят. Как мы видим, украинское телевидение 80%, почти большинство, ну, 80% людей получали информацию о политике из телевизора, да. Интернет 40%, скажем, вот оно все растет. Социальные сети то же самое, на уличном около 40%. Слухи наши все, да, еще остаются на треть, да. Газет читают все меньше, и большинство читают на Западную Украину, на Востоке и на Юге почти уже не читают газеты. Ну, вот такая вот тенденция. Радио все меньше слушают. Кстати, из-за причины, из-за регулированности тоже этого медиа. Так, ну, и здесь мы обозначим политическую информацию, из каких источников вы получаете, и какой возраст, да. Вот здесь возрастная раскладка. Все мы понимаем, что на выборы 100% придут 51+. 36-50 возраст, ну, фикси-фикси, да. Ну, вот эти ребята, если их не знать, не организовывать, особенно студенты, молодежь, они, конечно, не пойдут. Ну, Лера Люблюкова. Либо, если их не замотивировать чем-то, да. Ну, и вот мы смотрим, опять же же мы видим, что телеканалы, вот возраст 50-х, плюс 90%, мы смотрим, да. Возраст 36-50-75, дальше на снижение. Молодежь, естественно, больше уже интернет, веб-старинке, ну, уже и более старшего поколения, значит, что все смотрят. Социальные сети молодежь, естественно, и так далее. Ну, и мы исходим из того, раз у нас влияние наибольшего национальных телеканалов, давайте посмотрим, каково оно состояние здесь телевизионного рынка. Это доля людей, смотря на телевизионные каналы. Значит, сразу я вам говорю, оценивают эти, вот те каналы, которые у нас летируют. Украина, владелец Ренат Ахметов, Интер, владелец Фирташ Левочкин, это не влияние на Бойко, кандидат экспонимательства. Айси Ти Ви и СТБ новый, это Пинчур, 1 плюс 1 это Коломойский, а НТН тоже сфера влияния Ахметова, ну, 2 плюс 2 это дублируют, тут он развлекательный, это пошли, а не особо это. 112 канал, говорят, там воли выкупили его, значит, из окружения президента. Значит, ну, это такая краткая справка, есть институт, имя есть, институт массовой информации в Украине, он проводит мониторинг, то, сколько джинсы, так сейчас, да, это, это, как бы, реклама, но не прямая реклама. Когда в новостях говорят, вот, лидер такой-то партии приехал, там, нас, чего-то, дал деткам, вот это называется джинсад, да, и вот мы смотрим лидеры вот этой джинсы, опять же, с оппозиционного блока, Бойко, Наталья Юлочкина, тут же Новинский, Рабинович, Юлия Владимировна, хорошо джинсует, но учитывая, что у нее сейчас ограничен доступ на национальный телеканал, значит, в связи с тем, что, как бы, есть олигархический консенсус, чтобы поддерживать новичного президента, то она в основном интернете, в интернете, YouTube, Facebook, и так далее. Тоже Олег Лешко джинсует, Виктор Медведчук пытается, это партии пошли на штраф, Виталий Твичко, народным фронтом, все пытается, как-то, а жить? Я уже, да, бесполезно, но, как-то не пытается. Ну, вот, как бы, вы оцениваете, что эффект от национального телеканала будет максимальным, то есть, кто-то заходит и там присутствует, того и шансы сформировать общественное мнение о персоне и о том, какие смыслы приходят донести людей в программу для того, чтобы люди прогнозовали. Есть еще, как бы, важный момент, это эффективная команда, мы тоже на этапе, когда начинается активная база компании, и маловажная, у нас хватает людей квалифицированных, в вопросах политтехнологий, поэтому, все зависит от вопросов, кто сколько им предложит, и кто куда вы пойдет работать. Временной рису, самое важное, многие недооценят, но на самом деле, многие даже еще не начали компанию, но, например, Юлия Владимировна нашла пораньше, в середине июня она уже провела презентацию, назвал ее в новый курс, а некоторые, как бы, еще не определились, причем, говорят, из команды президента, они до сих пор от него не получили отмашку, о том, мы что-то делаем или мы что-то не делаем. Время идет, рейтинг падает, но победная стратегия тоже зависит от квалификации команды и от многих факторов, от ожиданий людей. Ожидания мы видели, продемонстрировал Станислав. И, допустим, сделаем такой анализ того, кто может победить на выборах. Лидером рейтингов есть Юлия Владимировна, я уже говорил, он объявил новый курс, новые возможности для того, ну, такой ребрендинг, стоп-стоп-стоп-стоп, ребрендинг такой, да, видите, как она обновилась немножко, стала злой. В своей презентации она озвучила новые, там, слова, блокчейн, там, IT-технологии и так далее, и так далее. Значит, она же на коляске не сидит, все, здорово. Нет, она не положена. Значит, но пока, как бы, она остается лидером Борг, если оценивать ресурсы, то финансовые есть, все в порядке. Именно у нее есть, хотя по декларациям ничего у нее нет. Значит, по медиаресурсу нацканалу доступа в нее нет, но, как бы, есть ресурсы, поэтому, может, как-то в социальных сетях, в интернете и так далее, ну, и, возможно, заплатить, заплатить свою рекламу, на телеканале какой-то предупорок. Сцеление. Значит, она вот сделала такой хитрый ход, она сделала площадку, давайте обсуждать новую краю, какая она будет, пригласила экспертов. То есть, это задача, вот, вовлечь экспертов, ее сферу влияния, показать, что вот она открыта, давайте новую краю, с которой она пытается. сделала она все как традиционно, помпезно, вообще у нас начиная с 2004 года, у нас, когда провели такая уникальная акция выдвижения Ющенко на Пагарбас, это было красиво, это было массово, всем это понравилось политикам, они наши есть время так делают. Это там залы огромнейшие, там по 20 тысяч человек, по 10 и так далее, и так далее. Есть информация, что Юлия Владимировна хочет объявить экономический форум, провести, провести его на студию. Угадал. Опять, очень интересно, что ее компанию мы смотрели, в те времена, сейчас, азарались в камеру. Кузин. Да, все. Кузин. 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 Кузин, да. Внадий Рокс. Внадий Рокс. Я могу насчитать, у каждого кандидата по десятку людей, которые скажут, что они вели их технологии, что они вели их компании. Я просто лично знаю, что они вели их компанию. Кузин сейчас ведет радио. Так, теперь вот, как бы, верхний пол тех, кто реально может претендовать, чтобы попасть в второй пол. Естественно, Петр Алексеевич, но, как вы видите, о задаче, потому что все достаточно сложно для него, так как за эти почти 5 лет у него особые достижения и ход на парке. Естественно, это безвиз, можно в активности, да, и не пытались в реале. Никаких огромных, больших инфраструктурных проектов для него, к сожалению, не было. Единственное максимум, что-то было, это он привозил какую-то областную поликлинику, больницу, какой-то аппарат и приехал, открывал какую-то заасфальтированную дорогу. Это вот уровень, как будет президентство. Так что, никаких больших инфраструктурных проектов, к сожалению, не были действия. Сейчас он взял интересную тему и она сейчас хорошо идёт и как бы она её вытянули из старых, ну, как бы, из прошлого. Это тема создания отдельной украинской церкви. Чего? Вообще, на самом деле, решение об этом самой церкви было принято ещё одно. Голославное. 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 Единая, да. Единая украинская комиссия. Не знаю, как она называется, потому что я как бы в религиозных делах, ну, я как бы атеист, агностик, неверующий, поэтому ситуация следующая. Ещё где-то в начале, после референдума в Украине в 91-м году, когда независимость, по независимости референдуму 1-го декабря собиралась церковь был собран в Украине, да, как бы, было там, собрание, да, и они приняли решение о том, чтобы делать украинскую отдельную церковь. Ну, естественно, Москва слила куберативно, где произошёл раскол, ну, и так далее. У нас, на самом деле, сейчас три церкви православные, есть православная церковь Московская патриархата, Киевская патриархата, есть куберинская антрефалия православная церковь. Что с точки зрения конкуренции, очень хорошо. Они там так конкурируют между собой, борются за прихожан, всё прекрасно. Конкуренция. И вот он, наверное, подумав, они решили, что это. Тем более, отреагировал, как он правильно называется, вот, Константинополь. Дал сигнал, что нам поддерживают патриархата, и мы, как бы, эффективно вернулись украинской православной церкви, которой был до 1640, до 1850 года. Я думаю, что это интересная тема, но на самом деле, если посмотреть социологию, то вопросы религии, православной церкви, интересуют только 30% украинцев, и 30% абсолютно вообще не присутствуют. Остальные где-то крайне слышали и так далее. Поэтому я допускаю, что могут сейчас в последнее время на этих моментах начать вести компанию, потому что он может войти в историю, то, что он это сделал, что он испугал основную церковь. Но уже в экспертной среде начали уже думать о том, какие могут быть последствия, потому что есть несколько вариантов. Мы можем пойти по российскому сценарию, когда интегрируется государство и рождется опять мракобесие. Либо мы останемся светским государством и церковь скажем, давайте вы объединились, окей, но давайте мы отдельно, государство отдельно, светское государство отдельно, вы сами посидите. Гриценко он возглавляет партию романьянская оппозиция. Еще надо отметить, что одним из подактивным ресурсом является это наличие разветвленной партийной структуры либо предсоюзественного места. На сегодня этим обладает только Порошенко и обладает Порошенко. Гриценко слабенькая партия, ну вот как бы у него есть определенный имидж, экспертный имидж, специалист в военной отраси, он ничем себя не запретнал, у него даже есть небольшой медиаресурс, это зеркало недели, которое читают эксперты, которая такая вот она, кейсианская, за этот жанру регулировать, но самое главное, что собственникам это резидент, и еженедельник является его жена, Юлия Масталая. То есть, в принципе, есть небольшой медиаресурс, есть бесплатный пиарщик. Юрий Бойко, это представитель кандидата группы Фирташа, Левочкина, это телеканал Интер, тоже его смотрит достаточно, особенно на востоке Украины, на востоке Юрии. Ресурсов там достаточно, ну, какой-то такой поставленной партийной структуры есть, но остатки партий регионов есть, которые в любой момент могут там реанимироваться и вести компанию. Но проблема состоит в том, что они потеряли большой электоральный кусок Крыму, потеряли большой электоральный кусок на Донбассе, поэтому достаточно вряд ли он большую поддержку иметь, но шансы попасть во второй тур, конечно, не имеются. Олег Ляшкул, то есть, такой вот популист украинского формата, он говорит то, что люди хотят слышать, делает это достаточно красиво, экстрессивно, таким баритоном. Поет красиво, жадился накануне кандидата. Да, технологически уже его женили, потому что он был не женили. Физологически. Физологически. Не, мне умирается, здесь, паралитране. Не, 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 смотри, смотри, у него, от той женщины, на которой он женился, уже официально, у него ребенок есть, как бы, они жили гражданский брак, поэтому, это уже закон, или для того, чтобы убрать еще какой-то дополнительный элемент для критики со стороны других оппонентов на выставках. Да, если как бы у популистской риториков брать будет умы, а умы она будет только брать сельская местность, потому что крупный город за него не голосует, то, как бы, есть шанс у него побороться за второй тур, тем более, что они на одном электоральном поле это второй эшелон политиков, которые не то, что не имеют шанс попасть в артературу, но они могут повлиять. Рабинович еще уже говорил, Садовой тоже два слова сказал, и одной бок, ну и Боснин, премьер-министр, который там пытается, естественно, использовать свою посаду, должность свою, ресурсы, государственные для того, чтобы себя пиарить, но он пытается максимально, но там у него рейтинг на уровне двух, там, процентов, поэтому он ведет переговоры, там, или с народным фронтом, который в это время, там, набрал много денег, да, ну, векторальной поддержке не имеет, но какие-то переговоры, там, ну, это, как бы, новые лица, да, возможно, это новые лица. В будущем, политики, да, значит, Блокачок, да, известный музыкант, да, автор песен, даже он был народным депутатом, приезжим, мы выбрали в список, но он побыл, в парламене, вот, полгода, да, он сказал мне, это не мое, я вот, ну, написал, собственно, нарушен, он стал на уникальный случай, для укрытия, как бы, ну, Зеленский, шоумен, понятно, то есть, это Мураева, который имя говорил, достаточно такой интересный молодой человек, у него очень феноменальная память, хорошая, он цифры, там, тексты, он может говорить, и когда он на эфире, рассказывается очень такое впечатление, квалифицированного экспертного человека, да, все знает, и так далее, но проблема в том, что он не воспринимается сильно, там, на западе, на центре Украины, потому что есть понимание, что, как бы, он все время на ресурсах, которые связаны, там, с Кремлем, и так далее, да, ну, Надежда Савченко, которая все-таки может, в каком-то формате, может еще вернуться в политику, и аккумулирует вокруг себя, да, таких вот, недовольных, да, в связи с тем самым, осуществом, и все, ну, как бы, вот, раскладка, да, если говорить об этих кандидатах, то у них нет, таких, структурных местах, но есть определенный доступ, к ресурсам, например, получается, у Копчука, Кирилл канал, есть ресурсы, Копчука, да, у Зеленского один телеканал, плюсы, но его смотрят, значит, да, ну, я заканчиваю, то есть, если мы посмотрим, на общую ситуацию, то результаты выборов, опять же, будут все зависеть от олигархического концентра, если остальные каналы, грубо, если олигархи между собой договорятся, и, например, распределят уже заранее сферы влияния, о том, как они где будут зарабатывать, кто на каких потоках останется, и они определяют вокруг там кандидата, могут там вокруг Вокальчука, окей, там договорились, все, да, все, погнали, тогда Вокальчук появляется на 7 телеканалах, а Порошенко появляется только на 5 телеканалах и на 112, вот это малая доля зрителей, значит, естественно, финансовые ресурсы для этого аккумулируются, и компания проходит вот в русле поддержки как бы одного кандидата. Естественно, большинство олигархов не хотят, чтобы она не хотела, особенно многие не хотят и на местах, чтобы она была. Но она пытается, она ищет дорогу ко всем, и пытается намекнуть, что давайте же поддерживайте, давайте тоже ресурсы там и так далее, но пока на это не идут. Но олигархи тоже, ребята, непростые, почему? Потому что они любят у нас в Украине раскладывать, яйца в разных коробках, и они дают по чуть-чуть, и этому дают, и этому дают, и этому дадут. Да, поэтому, как правило, сказал Станислав, у нас олигархи, подведем итог, олигархическое общество, и вот эти вот ребята, конечно, в итоге практически будут решать, ну, не судьбу, а такую конфигурацию, там, на ближайшее время. Спасибо большое! Спасибо. 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 Спасибо.